Нападли на нас внуцы по юзве. Уточили вёска. Впшуд шли бандеры, а за ними украинцы. Это кадры из фильма «Волынь» польского режиссёра Войца Хосможовского. Картина вышла в октябре 2016 года и стала логичным продолжением возобновившейся дискуссии по одному из самых трагичных эпизодов украинско-польских отношений, так называемой «Волынской резне» 43-го года. В Киеве показ фильма был отменён по настоятельной рекомендации МИД Украины. В Польше он получил премию «Орлы» местный Оскар. Худшие за последние 30 лет так сейчас описывают отношения Польши и Украины по обе стороны границы. И крайне болезненным для обеих стран становится любое событие или неосторожное заявление. В 20 веке отношения Польши и Украины развивались в диапазоне от войны до стратегического партнёрства. После окончания Первой мировой между новообразованной Польшей и Западноукраинской народной республикой началась война, окончившаяся поражением и ликвидацией последней. После Советско-Польской войны 20-го года значительная часть украинских земель оказалась в составе Польши. В межвоенной Польше на притеснение властями украинцев члены организаций, таких как УВО и ОУН, отвечали террористическими акциями. Польские власти прибегали к акциям умиротворения украинцев, рейдам по украинским селениям. Во время Второй мировой войны отряды украинской повстанческой армии, которая примкнула к немецким войскам, участвовали в массовом уничтожении этнически польского гражданского населения, что и вошло в историю как волынская резня. Ее жертвами стали до 80 тысяч человек. В то же время формирование польского подполья жестоко расправлялись с жителями украинских деревень. Взаимные этнические чистки и сегодня являются одним из наиболее спорных моментов польско-украинских отношений. Сразу после войны часть украинцев, проживавших на юго-востоке Польши, была выселена. При этом дело снова не обходилось без убийств и насилия. В то же время из крупных западноукраинских городов было депортировано в Польшу польское этническое население. После развала Союза Польша стала первым государством, которое признало независимость Украины. Оба народа тогда говорили о взаимном прощении. В 2012 году страны совместно провели чемпионат Европы по футболу. Во время Майдана польский флаг был вторым по популярности после украинского. Депутаты Сейма даже выставляли свои палатки и круглосуточно находились вместе с протестующими. Отношения стран вновь обострились после прихода к власти в Польше консервативной партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского. Летом 2016-го Сейм принял резолюцию, в которой волынская резня признается геноцидом, совершенным украинскими националистами в отношении поляков. Это вызвало бурную реакцию как в самой Польше, так и в Украине. Фильм «Волынь» еще подлил масло в огонь. В январе 2017-го года дело дошло до открытого конфликта. Варшава потребовала от Киева объяснений и расследования фактов вандализма на польском военном кладбище под Киевом. Но осквернения памятников продолжились. Последний случай произошел 12 марта во Львове. Там же вандалы облили краской консульства Польши. А уже 15 марта министры иностранных дел Украины и Польши осудили акты вандализма и назвали их провокациями России.